В данном видео произведу установку Ubuntu 24.04. Для начала необходимо скачать образ Ubuntu. Для этого перейду на официальный сайт. Выберу Desktop-версию. Здесь можно нажать «Загрузка». И спустя несколько секунд произойдет загрузка образа. Я же выберу альтернативную загрузку и загружать буду при помощи торрента. Запускаю клиент-торрент. И он почему-то отказался работать. Поэтому установлю другой. И снова попробую скачать образ. Загрузка началась. После этого образ необходимо записать на флешку. В Windows это сделать можно при помощи программы Rufus. Доступна стандартная переносная версия. В Linux при помощи утилиты диски. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на образ. И открыть с помощью запись дискового образа. Далее выбрать флешку. И нажать «Начать восстановление». Возвращение. Скачу. Я же использую программу Balena Hr. Которая доступна и для Windows, и для macOS, и для Linux. Скачаю образ программы для Linux. ставлю флешку и теперь если попробую открыть более nature то получил ошибку для того чтобы ее исправить необходимо сделать файл исполняемым захожу в свойства и передвигаю ползунок напротив исполняемое как приложение нажимаю правой кнопкой и запустить выбираю образ для загрузки далее выбираю флешку и нажимаю флеш ввожу пароль суперпользователя и соответственно все данные на флешке будут удалены происходит запись после этого происходит процесс проверки образ записался перезапускаю систему Захожу в BIOS и в качестве первого загружаемого устройства выбираю флешку, для того, чтобы загрузка происходила с нее. Сохраняю изменения и выхожу из BIOS. Нажимаю Enter и происходит загрузка Ubuntu. Выбираю язык. Здесь, если необходимо, можно воспользоваться специальными возможностями. О том, какие специальные возможности доступны в Ubuntu, у меня было отдельное видео. Далее выбираю раскладку. Для того, чтобы избежать проблемы с вводом имени пользователя, выберу английскую раскладку. Для проверки напечатаю пару символов. Далее выбираю вариант подключения к интернету. У меня это проводное подключение. Установить Ubuntu. Здесь необходимо выбрать интерактивную установку. Также доступна автоматическая установка. Это когда создается файл Autoinstall, в котором прописаны настройки будущей системы. Выберу расширенную установку, для того, чтобы были доступны офисные инструменты, утилиты и браузер. В стандартной установке же будут доступны только некоторые инструменты, веб-браузер и базовые утилиты. Установлю галочку напротив установку программного обеспечения сторонних производителей для графики, для того, чтобы поставились проприетарные драйвера на видеокарту Nvidia. А также галочку напротив загрузить и установить поддержку дополнительных медиа форматов. Здесь оставлю все как есть, то есть стереодиск и установить Ubuntu. Также при необходимости можно выбрать дополнительные возможности, а именно зашифровать диск. И также доступна ручная установка, где вся разметка происходит в ручном режиме. Далее ввожу имя, имя компьютера и пароль. Если необходимо, можно снять галочку напротив требовать пароль для входа в систему. Выбираю часовой пояс и нажимаю установить. Происходит установка системы. После установки нажимаю перезагрузить. Извлекаю установочную флешку и нажимаю Enter. После загрузки встречает приветственный экран, который отображается некорректно из-за драйверов. После установки произведу некоторые настройки. Во-первых, необходимо проверить обновления. Если они есть, произвести обновление системы. В данном случае обновление отсутствует. Так как при установке в качестве ввода выбирался английский язык, необходимо добавить и другую раскладку. Для этого зайду в настройки, клавиатура, добавить источник ввода. Теперь доступна и другая раскладка. Также можно установить проприетарный драйвер на видеокарту NVIDIA. Для этого зайду в драйверы. В моем случае я наоборот поставлю открытый драйвер, так как система отображается некорректно. Выбираю открытый драйвер. Выбираю открытый драйвер и нажимаю применять изменения. Ввожу пароль администратора. И после этого все корректно отображается. Также для удобства отключу ускорение мышки. Для этого зайду в настройки. Мышь и сенсорная панель. И я отключу ускорение мыши. На этом установка Ubuntu 24.04 завершена. До встречи в следующих видео. 20.격ная панель. 20. Мышь. 4, coron Joy. 18. 21. Продолжение следует...